Добрый день, дорогие друзья, подписчики канала Агулов ТВ, наши зрители и слушатели. Я с удовольствием сегодня представлю нашего гостя, гостя нашего канала, известного доктора Егорова Илью Вадимовича. И объясню, почему мы сегодня встречаемся на нашем канале и о чем мы будем говорить. Мы с Александром Афеевичем сегодня Илью Вадимовича у себя приветствуем. У нас очень важное событие произошло. Издательский дом Александра Агулова издал очень классную книгу. Классную, потому что, во-первых, она написана просто о сложном. Это уже стало слоганом, который мы придерживаемся, когда рассказываем об этой книге. Это «Клиническая анатомия человека». Вот такая у нас получилась юбилейная книга. Планировали мы ее к юбилею Ильи Вадимовича, но немножко задержались. И нашим слушателям Академии Александра Агулова мы тоже обещали давно эту книгу издать. Образовательная программа, которая у нас в Академии преподается, невозможно без знаний анатомии и физиологии. И мы долго-долго выбирали и подбирали, каким же материалом насытить эту программу, какой же учебник дать нашим слушателям, чтобы им было интересно, увлекательно. И чтобы этот предмет очень важный для познания себя, для познания и изучения метода Александра Агулова, чтобы это все было органично и легко именно для тех, кто, наверное, в большей степени не владеет знаниями анатомии и физиологии. Потому что люди, которые обучаются в Академии Александра Агулова, они совершенно разных профессий. Есть люди и с медицинским образованием, и без медицинского образования. Я вообще считаю, что эта книга, она практически народная. Ее читать можно легко и просто, несмотря на то, что знания там очень глубокие. Об этом расскажет сейчас Илья Вадимович. Мы до встречи, до нашей записи пообщались. Я смотрела на двух легендарных людей. Один человек легендарен в том, что дает очень классный метод для каждого. Метод, который позволяет оздоравливать себя, членов семьи, близких, знакомых, который может в принципе стать профессией, потому что люди осваивают этот метод и начинают понимать, что могут себе помочь другим. У нас сегодня в гостях Егоров Илья Вадимович, доктор, терапевт, профессор, заведующий кафедрой, доктор медицинских наук, автор публикации, книг, автор очень интересного телеграм-канала, на котором более 26 тысяч подписчиков, которые с удовольствием читают все, потому что он не только о медицинской теме, он и о культуре, он и об образовании, он в принципе о жизни. Ну и, Александр Тимофеевич, вам слово. Вы знаете, я когда первый раз мне в руки попала книга «Анатомия», я имею в виду, я много смотрел анатомических атласов, потому что учился Иваницкий, Синельникова, но вот такой анатомии я ни у кого не видел. Во-первых, все очень четко и понятно, а мне нужно, ведь часто мы работаем с людьми, обучаем людей, которые велики от медицины. И вот для того, чтобы человек мог понять, что мы делаем с животом, что он там, где надавливает, он должен знать анатомию. И, друзья мои, эта книга удивительная. То есть первый раз, когда еще в том старом варианте я ее просмотрел, знаете, ничего лучшего по анатомии я, так сказать, не нашел, потому что здесь все доходчиво, здесь часть физиологии, здесь столько, и ее читаешь действительно как роман. Специалисты, которые к нам приходят, желающие обучиться этим практикам, живота, то никак без анатомии нельзя. Нельзя им объяснить, вот что это луковица 12-перстной кишки, что печень, она вот так выглядит, что селезенка так. И вот почему живот напряженный, почему он расслабленный у кого-то. Ну и вот эти все ситуации, они очень четко обозначены вот в этой анатомии. Ну вот. И я очень рад тому, что мы вот так задружились с профессором, и он, и совместно мы приготовили такую книжку, которая позволила бы незнающим анатомии освоить его, эту анатомию самостоятельно. Ну и, естественно, чтобы оказать себе и ближним хорошую помощь в выздоровлении. Вот это самое главное. Конечно, Илья Вадимович, может быть, мы как-нибудь с ним еще пересечемся для того, чтобы выпадать у него новые знания, которыми он владеет. Обязательно. Я думаю, что... А сейчас я хотел бы, чтобы он немножко о себе рассказал. Я единственную небольшую ремарку сделаю. Это уже четвертое издание этой книги, она уже пережила, да? И уже, казалось, надежды нет, потому что люди сейчас читают очень мало. И когда мы приняли решение, решили, а у нас еще есть наш преподаватель Диана Валерьевна Романенко, которая точно так же захватывающе рассказывала об этой анатомии, она много лет преподает по этой анатомии, преподавала, она профессиональный преподаватель. И мы сошлись на том, что книге нужно, должна быть, и книге жить. И поэтому приняли решение, и вот на сегодня мы презентуем, и самое главное, что презентует эту книгу у нас на канале сам автор. Вам слово. Спасибо. Я вообще, на самом деле, очень тронут тем, что вы меня пригласили, и бесконечно благодарен за то, что эта книга получила вот такую новую путевку в жизнь. Я врач потомственный, 20-й медик в роду. У меня, ну, то есть шанса не было, другого шанса просто не было. И когда я был, мне было, наверное, года 4, когда меня спрашивали друзья родителей, Илюша, а кем ты хочешь быть? Я говорил, геронтологом. И с наслаждения смотрел, как у людей вытягивались лица. Хотя я не очень понимал, что это значит. Но в любом случае, то есть это было предопределено. И вы знаете, так случилось, что я рос в совершенно атеистической семье и крестился, узнав строение человека. Я вот задумался впервые о том, что это не могло произойти случайно, когда я вот ощутил то совершенство, с которым создан человек. А та история, которая сегодня, вот так сказать, ну, я надеюсь, не завершилась, а продолжается в виде издания этой книги, и она началась на пятом курсе мединститута. Совершенно краеугольного такого разговора. Есть легендарный врач. Практически все терапевты и кардиологи России знают это имя. Это профессор Сыркин, Абрам Львович Сыркин. Это корифей. Это один из самых известных кардиологов страны, еще и Советского Союза. Сейчас ему, наверное, мне кажется, лет 90 и живой. Слава Богу, дай ему Бог здоровья. Так вот, начало пятого курса. И Абрам Львович мне говорит, а я мальчишка, ну, что такое? Ну, пятый курс, ну, о чем говорить? Он говорит, вот скажите мне, пожалуйста, Илья, вот в школах предмет физика какую мировую науку демонстрирует учащимся школьникам? Я замерл, боялся выглядеть дураком, но, значит, сказал, ну, физику. Он говорит, правильно. А вот школьный предмет химия, какую мировую науку показывает школьник? Я тут более уверен, такой, химию. Он говорит, правильно. А вот в восьмом классе предмет анатомия. Какую мировую науку показывает школьник? И в этот момент у меня как будто бы открылся третий глаз. И я понял, что он имеет в виду. Я начал улыбаться, он сидит, улыбается. Он говорит, вы понимаете, что я имею в виду? Школьная анатомия должна показывать школьнику великую мировую науку медицину. А она не показывает медицину. Она просто показывает школьнику устройство тела. А нужно сделать так, чтобы школьник, пройдя в школе в восьмом классе сосуды, пришел домой и сказал, бабушка, ведь у тебя давление повышается. Я ведь правильно понял, у тебя давление? Он должен вот какие-то ниточки из медицины, вот эти вот первые намеки получить из учебника по анатомии. И Абрам Львович мне предложил начать работу над школьным, над новым, абсолютно новым форматом школьного учебника по анатомии. А я студент пятого курса. И вы знаете, я дальше начал писать. И вот я уже не буду вам рассказывать о, так сказать, всяких там баталиях, которые происходили дальше, но факт остается фактом. Написалась книга не для школы. Написалась книга куда более глубокая. И она была, я закончил пятый курс, то есть она была закончена мною на пятом курсе мединститута, а на шестом курсе она вышла с грифом Министерства образования, рекомендована в качестве учебного пособия для медицинских вузов и медицинских училищ. Она включала в себя тогда в первом издании только четыре внутренние системы. Знаете, интересно, я ведь еще не знал, кем буду. Я думал, что буду хирургом, но на самом деле по сути, по своей, я терапевт. И она в себя включила терапевтические системы. Кровеносную, дыхательную, пищеварительную и мочевую. Когда пришла пора третьего издания, это 2003 год, я дописал половую систему, мужскую и женскую. А потом длинный-длинный период безвременья. 2003 год, третье издание. Я написал новую громадную главу по нервной системе, но ни одно издательство к тому времени не захотело публиковать. Потому что, как вы верно сказали, люди перестали читать. У моего деда библиотека была такая, что, ну я даже не знаю, это просто много комнат, занимали книги. У отца колоссальная библиотека. У меня уже меньше. Я думаю, что у моего сына будет электронная книжка. Никто не читает книги. Издательство отказало в издательстве. Поэтому, когда вдруг вот в воздухе появилась эта идея, что Центр Агулова, Академия Агулова может выпустить эту книгу, моему счастью не было, ну просто предела. А вот у меня возник вопрос. А почему на пятом курсе именно на вас пал выбор в написании такой работы? Не знаю, проведение какое-то. Он меня не знал практически. Я не знаю, почему вот так сошлись звезды, что мы встретились в нужном месте в нужное время, и мне было это предложено. Но смысл этой книги, вы понимаете, в чем? Она книга не про анатомию. Это учебник о биологии человека. Как вы совершенно верно заметили, в ней анатомия, физиология, гистология, патанатомия, патофизиология, биохимия, зоология. То есть сравнительно. То есть в ней собрано по нескольким системам человека просто все. Это такое некое глобальное универсальное руководство по нескольким ключевым системам человека. Но и это не самое главное. Ведь смотрите, что получается. Есть органы, анатомия которых нам очевидно необходима. Ну там анатомия сердца, понятно, что она очень важна. А зачем нужна анатомия губы? Ну не зачем не нужна. Ну зачем студенту первого курса мединститута проходить? Ему что, мало учить? Так нет, еще и анатомию губы учи. И у него нет мотивации. Ему неинтересно учить анатомию губы. И только когда понимаешь, что существуют расщелины губы. Существуют цианоз губы. Существует герпес лебиалис. Существует, в конце концов, рак губы. Вот только когда понимаешь, что анатомия оказывается на изломе болезни, и в конечном итоге любая болезнь будет создаваться, вырастать на базе анатомии, тогда анатомия начинает играть. И поэтому вся эта книга построена именно по этому принципу. Я рассказываю о какой-то анатомической структуре, и сразу идет рассказ о том, чем она болеет. Поэтому в этой книге, я не знаю, может быть, целая треть этой книги на самом деле не об анатомии, а о заболеваниях тех или иных органов и структур. И поэтому эта книга создает своего рода мотивацию. Мотивацию, зачем стоит учить анатомию. Да, так и есть. Александр Тимофеевич, когда дает свой метод, первая образовательная программа была построена, в принципе, на уровнях вестеральных практик. Вот метод, который он когда-то, в 1995 году, запатентовал. А далее мы поняли, что тот, кто у нас разношерстные группы набираются на обучение, и есть разных профессий люди, потому что профессиональную переподготовку получают на базе любого образования, среднего, профессионального, либо высшего образования, и не обязательно медицинского. И вот мы поняли, что те люди, им интересно то, что рассказывает Александр Тимофеевич, но отсутствие знаний по анатомии, оно отвлекало. Они задавали много вопросов. Понятное дело, что нужно было дать такую дисциплину. Должна быть структуризация лекций. И, естественно, когда вот сейчас вот появилась эта книжка, я уже полистал, думаю, ох, сколько я здесь еще отсюда возьму, сколько я подтолкну к тому, чтобы народ ее читал, смотрел. Потому что многие процессы, которые связаны непосредственно с нашей деятельностью, с животом, они там описаны. Ну, они описаны немножко как бы... Они ни в коем случае не идут в разрез. Их просто легче понять, легче объяснить. И тогда все складывается нормально. Тогда у людей меньше ошибок, результаты выше, и понимание того, что они делают. Ведь часто бывает так, что... Ну, вот приходит парень, говорит, я по интернету научился. Начинает давить, я говорю, а что ты делаешь? Ты же навредишь. А вдруг там киста, вдруг какое-то образование. Да что, это живот. Это примерно так. Зачем тебе рот? А я им ем. Вот и у него такая же. Зачем тебе живот? А я его давлю. А теперь, Александр Тимофеевич, для тех, кто к нам, может быть, впервые присоединился и, может быть, не знают и не слышали о вашем методе, скажите о вашем методе, как он родился, прям вот именно тот процесс, который был важен для... Ну, по крайней мере, я могу сказать, что началось, наверное, вот такое более системное изучение или разработка этого метода началось с военных. Когда военные предложили, скажем, для спецподразделений, работающих в экстремальных условиях, а я, кроме всего прочего, был еще мастер спорта по борьбе самбо, по рукопашке, по дзюдо. Ну, и, в принципе, в Советском Союзе, в общем-то, что-то занимал, какие-то призовые. И все это. И плюс мое образование, которое близкое было ко всему. И занятия, оказывается, я животом уже давно занимаюсь, я только от случая к случаю. А тут они мне предложили работу, достаточно для меня интересную, потому что изучение вот того, что я делал, и как правильно сделать так, чтобы не навредить. Ну вот, потому что результаты были очень интересные, там продавили, размяли, улучшили микроциркуляцию или там с печенью проблемы, жировой гепатоз, продавили. Но, опять же, продавили, зная, где, с чего начинается. Обязательно нужно, чтобы обеспечить отток, а не просто так продавили, и в результате человек может попасть на операционный стол. Или ту же почку. Если почка настолько функционально ослаблена, и человек нарушил определенные правила, он начинает поддавливать, вроде улучшил состояние, вроде вот он выполняет эту работу, и пошел песок, и вдруг этот песок или спазм мочеточника возник, и оттока нет из почки жидкостей, вторичной этой мочи. И тогда что происходит? Человека начинает трясти, у человека начинается рвота. И вот, чтобы вот этого не было, я начал объяснять. Но, понимаете, опять же, нужна анатомия, и нужен рассказ. И вот первый раз я увидел вот эту книжку, которая более правильно, которую можно, ну, как бы преподнести. И, ребята, обучайтесь. Вот посмотрите, как устроен человек, посмотрите, как все двигается. И, наверное, проще будет, потому что я на пальцах показывал, как старшина говорит, знаете, чтобы сделать переворот на перекладине, вот перекладина, берешь вот так, сел и повернулся. Ну и все, вот это так старшина объясняла. И мне, чтобы на пальцах вот так не показывать, мне нужна была ссылка вот на ту книгу, которая действительно, хотя я знаю множество других анатомических, и «Атласы», и книги, и Синельникова, и Иваницкий, там много всего. Но вот в данном случае я почему-то именно вот к этой прирост сердцем, потому что она ближе ко мне. И я чувствую, что она написана человеком спортивным. Не просто так. Бывает так, что интеллигент написал, который тяжелые ложки ничего не поднимает. Все с толком, все с расстановкой. Да, с толком, с расстановкой. Тем более я начал наводить справки про доктора. Думаю, ну вообще это коллега. Это я уже, ну может быть, как-то мне прижиматься вроде. Но внутри я чувствую, что это мой человек. Это человек, который мне помог или помогает решать вот те задачи, которые предварительно были поставлены перед военными или военными. Обучение, чтобы солдат мог выполнить такую-то задачу. И чтобы там его контузия ударила, он мог, другой может привести его в порядок. Или он сам себе, как тот полковник, который мне звонил, и он мне говорит, Александр, благодаря вот тому, что ты даешь вот эту технику солдатам, ведь солдаты выживали, и сколько солдат сохранилось благодаря вот тому, что ты обучил или не ты обучил, а ты дал информацию, и они работали вот по твоей теме. Но вот моя задача была, чтобы они лучше научились. И чем лучше человек исполняет все эти действия, то качество образования, его самообразование, оно поднимается. И человек знает, что в жизни, по жизни оно ему пригодится. Ну и вот, и наконец-то появилась вот такая вот интересная книжка, которая может быть, ну как бы ее держать под мышкой. Я уверена, что она станет настольной книгой всех наших слушателей. Они ее ждали, очень ждали. И как только мы ее презентовали в Санкт-Петербурге, мы только недавно вернулись из Санкт-Петербурга, там была встреча с нашими почитателями Александра Тимофеевича. И они с удовольствием, конечно, уже приобретали. Вот уже в этом плане все листали, смотрели, а потом раз, и все кончилось. Я хотел презентовать эту, а уже поздно, придется пересылать. Ну ничего, мы готовы. Потому что, казалось, мы взялись с запасом, а книги кончились. И может быть, конечно, что-нибудь еще к этому, но это мы уже, наверное, с Ильей Вадимовичем обсудим. И что-то еще, вот что-то писать, но это надо нам просто немножко друг с другом потерять. Больше пообщаться, да? Пообщаться, да. Ну понятно. Вас все больше и больше окружают профессиональные доктора, потому что это отрадно. Когда наша традиционная медицина, которая существовала тысячелетиями, как наш один гость в Санкт-Петербурге сказал, что традиция — это не пепел, это огонь, который горит, к которому добавляются современные технологии, современные знания, более глубокие. И тогда получается, в общем-то, люди получают те знания в сухом остатке, которые им просто важны для себя, для повышения собственной культуры здоровья. И самое интересное, мне приходится в разных странах выступать, читать, проводить семинары, но я им ничего не мог предложить. И, возможно, будет поступить предложение с переводом вот этой книги. Потому что действительно, ну а все говорят, надо же, какая вот эта современная медицина, вот нам такую. Американцы завидуют. Читал в Швеции, шведы тоже завидуют. И даже ветеринары привели собак, говорят, а могли бы вы вот наших, я хотел сказать, живодеров научить, чтобы они давили животы. Но, тем не менее, тем не менее, народ настолько заинтересован, Германия тоже, Германия. Вот везде где, а Турцию взять. Если доктора многих университетов, когда я провел семинар, а мы ехали на автобусе с моим доктором, он мне помогал. Когда прочитали, и доктора пошли за нашим автобусом, и водитель говорит, а это кого мы везем? Двух докторов. Извести. И все там, да, 30 человек, которые были на этом семинаре, они пошли за автобусом, это как дань. Такая, я поворачиваюсь, Владимир Васильевич, а у него слезы текут. Васильевич, что ты? Говорит, ни разу такого не было, что вот Россия, да, гордость, что мы владеем не только пушки, не только снаряды, не только балет, не только медведи и водка, но, оказывается, еще и медицина есть такая вот, которой все завидуют. Ну и, конечно, хотелось бы, чтобы эта медицина, она не только там была на показе, но чтобы и вы, друзья мои, освоили эту технологию, потому что это ваша жизнь. Ну вот. И, конечно, я думаю, что вот эта книга нам в помощь всем. Ну, во всяком случае, официальная медицина заинтересована, да, вот здесь даже была группа ординаторов у нас, они с удовольствием протестировала их Александра Тимофеевича, они послушали, о чем его метод, и очень заинтересованы. Поэтому совместное изучение официальной медицины и метода Агулова, оно имеет место быть, и оно должно жить. И, кстати, они спрашивали, а какие бы вы вот учебники порекомендовали почитать вот по этой теме? Я говорю, вы знаете, сейчас только формируем вот учебный материал для того, чтобы рекомендовать, ну, вот одна из книг, она сейчас готовится к выпуску, ждите. Ординатором поздновато, потому что, но полезно. Ну, а может быть, ординатором-то и в самый раз. Вы знаете, вот если говорить о настоящем и будущем, вот если говорить об этой книге, то особенность ее в том, что она написана очень простым языком. Простой язык, простой не есть примитивный. Ведь сейчас очень много таких, знаете, вот именно примитивных изданий с красивыми, яркими картинками, которые создают некую механистическую картину там устройства тела. И любой, даже взрослый человек, который хотел бы что-то понять там о себе, может посмотреть эту простейшую информацию и быть, ну, так сказать, удовлетворен в своих потребностях. Эта книга не примитивна, но она написана, ну, собственно, она написана на пятом курсе. Ну, что там говорить, да? То есть я же тогда не знал, как правильно писать. Ну, пережил же все сам. Я писал, как вот бог надо, чтобы он легко, хулигански писал вот просто эту книгу. Потом, когда уже одна степень пришла, вторая там, докторская степень, уже, конечно, сейчас пишешь уже более, так сказать, серьезно, весомо, взвешенно. И надо вам сказать, что когда я дописывал ее, мне было очень трудно подстроиться по тот стиль. то есть последняя глава написана не так, я не мог уже быть пятикурсником снова. Вот, то есть она написана очень просто. И вы знаете, я вам хочу сказать, что я ведь сейчас читаю лекции, очень много лекций по всей стране, по терапии, по внутренним болезням. И много-много раз бывали ситуации подобные, вот такой ситуации. Например, я читаю лекцию в одном из городов. И большой зал, очень много людей в зале. Я стою спиной к той стене, по которой идет экран, на которой идут слайды. И по этой же стене входная дверь в эту аудиторию. То есть я к ней спиной, я вот так на экран смотрю, а тут, и я чувствую спиной, что там что-то вот, я оборачиваюсь, в дверях стоит женщина, лет, наверное, 65, к примеру. Ну, думаю, доктор опоздал какой-то. Я говорю, проходите, проходите в золото. Не-не-не-не-не-не-не-не. Я продолжаю читать лекцию, но мне как-то что-то между лопатками. Я опять смотрю, стоит. Я говорю, да, проходите в золото. Не-не-не-не-не. Вот так несколько раз. Закончилась лекция. В конечном итоге я собираю вещи, врачи уходят, и выясняется, что это гардеробщица. Она не врач, она гардеробщица. Она приняла вещи у врачей, а потом, когда врачи расселись, она же гардеробща-то бросить не может, она стоит в дверях и слушает. Я, когда пришел за своими вещами, она говорит, господи, как интересно, как было. Вот простая манера изложения, это наше все. Понимаете, это то, если ты хорошо знаешь свой предмет, ты его объяснишь детсатовскому. Ты сумеешь его объяснить просто. Вот началось все с этой книги. Если рассказывать, анатомия всегда, вот спросите любого врача, каким бы ты словом охарактеризовал анатомию как дисциплину. Слово «сухая» будет первое по чистоте. Вот чтобы она не была сухой, я писал ее сочным. Поэтому эту книгу может читать любой. И я должен сказать совершенно отдельно о людях, которые не имеют медицинского образования. Это, на мой взгляд, просто очень важно. Люди без медицинского образования разбираются во всем. Вы понимаете, в политике разбираются, в медицине разбираются, в искусстве разбираются, в погоде, во всем разбираются. Но если у них понос, эти люди скажут, что-то у меня желудок прослабило. Какой желудок у тебя прослабило? То есть простейшую вещь, что желудок не проявляет себя поносом. Не знают. Желудок. Что-то меня подвел, желудок. Это что подвел, тебя рвало? Нет. Это не желудок. То, что ты в туалет бегал, это не желудок. Анатомия. Своё собственное строение. Люди не знают. Так вот, эта книга, по большому счёту, она для тех была написана, кто хочет узнать о себе. Кто хочет быть, по большому счёту, образован в самом первичном своём знании. Знание себя. А как может быть иначе? Но это, если говорить об анатомии нынешней. А вот теперь, возвращаясь к тому, о чём говорил Александр Тимофеевич. На самом деле, у меня такое впечатление, что сегодня назревает необходимость создания новых книг по устройству тела. И в эти новые книги, вот книги будущего, надо будет вкладывать некие иные принципы. Например, какое-то время назад я общался с одним врачом-остеопатом. Умнейший парень, у него в Москве огромная клиника в самом центре Москвы. И он мне говорит, слушай, твоя анатомия великолепна. Он тоже читал её. Твоя анатомия великолепна. А ты собираешься дописывать опорно-двигательный аппарат, мышечную систему? Я говорю, да, вот, знаешь, Валера пока нет. Он говорит, давай так, вот если ты соберёшься, давай со мной. Давай я помогу. Я говорю, а что, собственно, мышцы, в чём там проблема? Она говорит, да понимаешь, в институте нам неправильно дают мышцы. Неправильно. Нам дают каждую мышцу отдельно. С её кровоснабжением, с тем, с семь. А надо давать мышцы, как единую систему канатов. Он говорит, ты понимаешь, наша мышца, вот, общая большая мышца, начинается с ахиллова сухожилия и заканчивается эта мышца в сухожильном шлеме головы. И она вся как канаты. Что делаем мы, там, остеопаты? Вот мы, как настройщики рояля, если зафальшивила какая-то клавиша, эту вот струну надо правильно вот перетянуть. Вот точно так же мышцы, которые держат нас прямо в наше тело, они все единые тросы, которые надо проходить в едином сенситии, в едином, понимаете, вот этом вот, в единой связке. Мне это показалось тогда очень интересно. То есть, вот такой подход. В отношении того, о чём говорит Александр Тимофеевич. Вот передо мной сейчас плакаты, вот такие вот удивительные тут материалы. И я вижу, например, что, скажем, я на одном из плакатов увидел, вот эта вот точка, и там под цифркой стоит сердце и тонкая кишка, я правильно помню? Но это же невозможно понять. Ну, это вот человеку объяснить невозможно. Значит, вот если, если это, потому что это не укладывается в европейскую, в европейское понимание. Если, допустим, на Востоке существует суджок, и восточный врач прекрасно знает о проекциях, там, на кисти, на подошве, аурикулы, вот эта диагноз, если восточный врач, для него это не будет проблемой раскрыть глаза и увидеть шире. Для европейского врача это невероятно сложно, потому что это необъяснимо. Мы куда в большей степени зависимы от логики, от логики, и поэтому кончик носа никак не может быть связан с кишкой и сердцем. Вот как анатомически обосновать, обосновать, вот как сделать так, чтобы анатомо-физиологически, электромеханически или каким-то иным образом обосновать, но чтобы это была привязка к телу, не только к энергетике, понимаете, очень легко говорить об энергетике, о меридианах, о том, о всем энергетике, она... Невозможно потрогать. Невозможно потрогать. Как это анатомически? Почему Александр Тимофеевич надавливает под лопаткой и в этот момент начинает работать желчный пузырь, а лопатка левая, а желчный пузырь справа, и он, я условно говорю, я понятия не имею, о чем я говорю, условно говоря. Вот почему это происходит, почему вы растираете шею и в этот момент начинают работать там, не знаю, там, условно говоря, почки, да? Вот эти моменты анатомически не объяснены. И возможно в современных каких-то книгах будущего для того, чтобы ваша методика, потому что ведь у нас ведь теория, она проверяется практикой. И если ты теорию не понимаешь, но на практике ты видишь результат, то ты просто заткни себе свое, свой снобизм, свое высокомерие, заткни куда-нибудь подальше и просто открой глаза, открой уши и слушай, потому что вот на практике тебе показано, что хотя ты это объяснить не можешь, это работает. Но нужно, все равно нужно объяснение, все равно на каком-то телесном уровне нужно понять, как это связано. И возможно в будущем анатомию будем изучать не клиническую, а вот эту функционально, я не знаю, энергетическую, я не знаю как, но анатомию. Часто бывает так, что приходит человек с красной щекой, обычно как при туберкулезе, причем легкая и красная щека. И тут накатался на лыжах, и тоже щеки красные. А когда человека положил, начинаешь поддавливать, а в легком-то болит. Ты промял, боль там исчезла, щека побелела, стала цвета лица, а это продолжает быть красной. Ты снова ее, и вот я студентам показываю, посмотрите, рефлекторная связь, посмотрите, вот что происходит. Или человек имеет проблему печени, капсулу печени растянутой, мог храпить, и когда доктор работает с этим человеком, спрашивает, продолжаешь храпеть? Он говорит, да нет, жена не будила уже, все, перестал храпеть. Или алкоголь человек принял, начинает храпеть. А почему? Алкоголь пригрузил печень, она чуть-чуть увеличилась, или поссорились, отток желчи нарушился, и опять, вот теперь храп появляется. И вот эту рефлекторную связь невозможно объяснить. Она есть. Это невозможно. И вы правильно сказали, потому что на самом деле любой человек, который силен в анатомии и физиологии, тут же выступит вам в оппоненты, потому что рефлексы замыкаются через один сегмент спинного мозга. А кончик носа и кишка – это совершенно разные сегменты спинного мозга. И поэтому рефлекторная дуга, которая проходит вот таким вот образом, вот, допустим, язык, на него там капнул лимонный сок, это дошло по рефлекторной системе сюда и вернулось к слюной железе, да, это все в рамках некого одного-двух сегментов. А вот кончик носа и кишечника, то есть с точки зрения анатомии необъяснимо. Но ведь работает. Конечно. Вот работает. Как? Это, мне кажется, здесь отдельная наука. Это космос. Это космос. И чем больше работаешь, я говорю, тем больше я удивляюсь. Как? И мне Владимир Васильевич подходит и говорит, Тимофеевич, вот ты обозначил там почку, нижнюю треть бедра, вот мочеточник. Так вот с этой стороны представительство тонкого кишечника, изнутри. А с этого толстого, вот я проверяю, оно так совпадает. Ну вот еще две зоны появились. Я говорю, слушай, жалко, мы уже плакаты выпустили и не внесли их туда. Предположим, тот, который страдает ангинами, это в первую очередь проблема внизу живота. И работы, опять же, с животом мы можем спровоцировать. Катаральную ангину с температурой совсем. Но ведь дело в том, что как только все это быстро прошло, выбросилось, сброс произошел, голосина ведь. Пришла певица. И мы провели свою практику там, что нужно. И она выходит, и голоса нет, да еще плюс температура ангина, все, она говорит, у меня завтра эфир, я должна выступить. Ну что же, перенесите. Зато через три дня вы будете удивлены своему голосу и удивлены того, что с вами произошло. в малом тазу все поменялось. И вот эти опять же рефлекторные связи. Или опять же продавили луковицу 12 перстной кишки. Если начался расстройство живота, то печень включилась в работу и все. Если она была напряжена, если она была плотная, напряженная, то на следующий день пациент приходит, она мягкая, рыхлая. И она уже не болит. И пациент счастлив. И внешние признаки, а какие внешние признаки? Это может быть покрасневшее лицо. Ведь сколько народу у нас мучается, ходят по косметологии. Кто же изменит это лицо? Ну, и никто не берется за это дело. А если печень размяли, селезенку застоявшуюся, а застой селезенки всегда сопровождается ее утяжелением. И если ее поддавить, оказывается, это утяжеление уходит, и лицо становится нормальным. Если бы это был один случай, а когда эти случаи повторяются, это уже закономерности. Но ведь об этом в анатомии пока вот в этой нет. Но я думаю, что вот это нужно объединить. И было бы очень интересной ситуацией. Кстати, вы сейчас назвали орган селезенку, который 99% людей не знает, где находится. Вот, клянусь вам, это тот орган, которым не знает никто, где находится селезенка. Вам покажут куда угодно, но только не там, где она есть. А вот зато... А вот зато ребенок, когда побежал... Орган-то большой такой. Заставили бежать там какой-то вдоль заборов, да? Он бежит, схватился, то здесь, то здесь. Он первый узнает, где селезенка, потому что она болит. Так же, где и печень. И печень болит. Ну вот. А если бы сделали, вот, ребенка научили, поддавил, побежал, и все, и ничего не болит. И коленки не хрустят, не скрипят. А ведь сколько народу тренируется, тренируется, смотришь, развалилось все. И он говорит, спорт мне не помогает, от спорта мне плохо. Сколько артистов балета? Ведь выход на сцену это мандраж, это переживание. И надо же, вот в этом переживании замыкается та же луковица 12 перстней кишки, нарушается отток желчи, и практически артист балета танцует на сухих суставах. И вот вам износ. И поэтому суставы болтаются. А если бы они знали, что нужно расслабить, поддавить, выдавить эту застоявшуюся желчь, а теперь выйти на сцену, вот тогда и нет травм. И в Советском Союзе 28 лет давали уже инвалидность артистам балета. 28 лет. А если вот это поддерживать, я сейчас, я знаю человека, который ведет такие трупы, у него все нормальные артисты, они не травмируются, они выбегают, прыжки и все прочее, но травм нет, благодаря тому, что он поддерживает вот эту систему, которая позволяет контролировать состояние суставных поверхностей. и тогда вот решение вопроса, конечно, вот поэтому... Достаточно легкое решение вопроса. С одной стороны, да, и легкое, но нужно знать анатомию, где находится этот желчный пузырь. И висцеральную практику. Да, и висцеральную практику, хотя бы какие-то элементы. Ну, естественно, если ты занимаешься с людьми, то твои знания должны быть выше, нежели у того человека, но в любом случае ты ему должен физиологию объяснить, чтобы он понимал это. Если даже дети... И приятно, когда внучка приходила, говорит, дедушка, а я помогла подружке, у нее животик заболел, я ей прям там... Она легла на парту, поддавила, как ты мне раньше делала, и все, у нее перестало все болеть. Ну, вот когда... Я хочу сказать, что вот дополню сразу по детям, вы сказали, да, у нас есть... Мы же выпустили еще первый номер нашего журнала «Искусство и селение». Вот такой журнал. Это для наших слушателей в основном, но если будут присоединяться другие наши зрители, это будет очень здорово, потому что там будет очень много полезного именно на тему, связанную с эстеральными практиками, с опытом, который имеют наши специалисты. И там, в этом журнале, очень скоро появятся рекомендации для маленьких детей в виде комиксов. Это очень интересная тема, когда, ну, ясное дело, что папа-мама не авторитет для детей, а когда где-то написано, да еще и показано в виде каких-то героев, которые на сегодняшний день очень популярны, это очень хорошо заходит детям и воспринимается как инструкция к действию. Илья Вадимович, вопрос еще по этой книге. Что бы вы могли еще сказать? Какие-то интересные факты из жизни, из того процесса, который был в момент написания. У меня такое впечатление сложилось. Знаете, если бы мне в институте, я тоже закончила медицинский институт, если бы мне в институте такая книга попалась, мне было бы гораздо интереснее. Она как, знаете, где-то как шпаргалка. Вот когда там все эти лекции действительно сухие, это все мы проходили, оно было действительно неинтересно. Когда я посмотрела, думаю, да, не было в наши времена. Жаль. Да. По поводу фактов я могу парочку вспомнить. Один из них был, когда я ехал в метро. Это было уже много лет назад. Наверное, лет, даже не знаю, 15 назад. И ехал в метро, вечером, поздно, почти пустой вагон. И я сижу на пустом длинном сидении, и напротив меня сидит девушка. Тоже на пустом сидении. И вообще очень мало народу в вагоне. И она увлеченно что-то читает. Ну, я на нее посмотрел, на лицо, конечно. Вот вижу, что у нее такое просветленное, просветленное лицо, и улыбается, потом становится серьезно, улыбается. Вот я отвлекся, потом снова на нее, она все читает. Я думаю, что она так увлеченно читает? Я начинаю смотреть, и у меня возникает аж сердцебиение. Я узнаю эту книгу. В общем, моему счастью нет предела, я к ней, я встаю, подхожу, говорю, могу подписать. Она говорит, отстаньте от меня. Она так испугалась. Отстаньте, что вы ко мне присоедините? Я говорю, да нет, 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 я книгу могу подписать. Зачем мне нужна ваша подпись? Еще не хватает. Вот так вот. Я говорю, заднюю страницу обложки посмотрите. Она посмотрела, вот как в этой книге, собственно, да, и на предыдущем издании тоже была моя фотография. И она говорит, боже мой, это вы, это моя любимая книга, я по ней учусь, мне так приятно. В общем, я и подписал эту книгу. А второй очень любопытный был момент, когда много лет назад в Крыму я познакомился с директором Крымского института йоги. Уже не юная женщина, но гибкая, пластичная, это была удивительная такая личность. И мне уже надо было уезжать из Крыма, когда она говорит, может быть, задержитесь, вот на пару дней у нас будет какой-то невероятный фестиваль йоги. Я говорю, ну, к сожалению, нет, а кто будет? Ну, вот приедет такой-то, приедет такой-то, приедет такой-то, и сам Агапкин, сам Агапкин, вот я помню это, сам Агапкин. Я говорю, а кто такой вот сам Агапкин? Да вы что, это гуру, это же гуру йоги. Я тогда не знал, что жизнь нас ведет с Сергеем Агапкиным, это ведущий программы о самом главном на канале Россия, вот утром они с Полицей Мак, с Мишей Полицей Мак, они ведут эту программу. И когда эта программа по телевидению, вот она запустилась, меня пригласили сниматься в одном из первых же выпусков. И очень много лет я там был, ну, считайте, как соведущий, постоянный их эксперт. И я знал, что там будет сам Агапкин. Он ведет, он будет. Вот. И я приезжаю, меня загримировали, тут выхожу в коридор Шаболовки и вижу Михаила Полицей Мака. Его-то я знаю, а Агапкина, я не знаю, как выглядит, Полицей Мак, это артист его. Вот. Ну, мне неловко иди знакомиться, значит, ну, я смотрю на Полицей Мака, и в этот момент такой громовой голос через весь коридор. Миша, ты знаешь, кто перед тобой стоит? Миша смотрит на этого мужчину и говорит, Миша, да перед тобой стоит сам Егоров. Значит, подходит мужчина, меня с ним знакомят, это Агапкин. Я думаю, боже мой, значит, он для меня сам Агапкин, я для него сам Егоров. И когда я говорю, а почему это я сам Егоров? Да вы что, я по вашей книге учился. Я же учился по вашему учебнику. Я думаю, бог мой, сам Агапкин научился по этой книге. был приятный. Самого Егорова. Да. Ну, я думаю, что благодарных наших слушателей будет не меньше. А здесь самое главное меньше. Не хочется руку убирать, она такая приятная. Такая приятная. энергетика. Мы честно вложили очень много труда, и у нас сотрудники, которые занимались изданием этой книги, это был, конечно, такой творческий процесс, очень интересный. Он получился несколько длиннее, но тем не менее, я думаю, что результат стоит того. Вошла во многие библиотеки сейчас. Да, и это тоже есть. Об этом информация еще будет дополнительно книга, которая, да, получила признание и запрос из не только российских библиотек, но и зарубежных библиотек. Поэтому... Я так счастлив. Я так счастлив. Я вам благодарен. Я очень благодарен Диане Валерьевне Романенко, которая эту книгу, вот она какую-то внутреннюю как будто закрыла какой-то гештальт. Она говорит, я... Вот это моя книга, прошедшая через мою жизнь каким-то стержнем. И я страдаю чуть ли не физически от того, что она оказалась вот завершенной, больше невозможно не купить, никто не прочитает. И вот вы задумали это чудо, и я так благодарен за то, что вот вы общими усилиями это все сделали. Да, это было такое взвешенное решение, потому что действительно такой учебник должен иметь место быть и должен жить. И по нему, в общем-то, ну, доктора должны быть докторами, они должны быть живыми докторами, которые в том числе хорошо разбираются в животе. И вот я подписала на ваш телеграм-канал, мне очень нравится, как вы его ведете. Он, да, он не навязчивый, он очень такой спокойный, иногда бывает эмоциональным. И это вот настроение, все это чувствуется, там очень много полезной информации для меня, как для человека, который близок к медицинской теме и вообще ко всем вещам, ну, плюс там еще и есть вещи, о которых у других авторов и не услышишь. Поэтому расскажите немножко о телеграм-канале, для кого он и как вы его создали. Знаете, все мы начали в какой-то момент заниматься инстаграмом. И я там его развивал, и там более 50 тысяч подписчиков. А потом, когда случилось то, что случилось, и у нас был сблокирован, по сути дела, инстаграм, всем стало понятно, что надо искать новую площадку. И я создал этот телеграм-канал, он не коммерческий, ко мне бесконечно обращаются с тем, чтобы я там давал какую-то рекламу, я каждый раз отклоняю эти предложения. Он образовательный, он, конечно, о медицине в первую очередь, но, как вы и сказали, я пытаюсь его делать человеческим. И поэтому там иногда я публикую какие-то, на мой взгляд, очень сильные стихи, которые вот душу как-то вот трогают. Иногда обсуждаем какие-то общечеловеческие темы, иногда поднимаем вопросы нравственности, иногда я рассказываю о той боли, которая у меня вызывает то, что происходит сегодня в медицине, в здравоохранении, потому что мы когда-то пришли в медицину мечтателями, мы шли в медицину романтиками, мы хотели помогать людям, у нас были какие-то очень возвышенные гуманитарные задачи и цели. И мы сейчас, вот я так и написал у себя недавно в телеграм-канале, мы стоим у руин, по сути дела, той системы здравоохранения, которая была построена при советской власти, и пусть критики, снобы, там что-то цыкают зубом, на мой взгляд, это была изумительно продуманная, внятная система, так сказать, преемственности и отношения к людям, сейчас все уничтожено. То есть, в моем представлении огромная беда сейчас накрыла здравоохранение, это не медицина, это здравоохранение, это другое. И вообще над нами ставят какой-то эксперимент. Вот у меня такое впечатление, что Министерство здравоохранения, оно, знаете, там раз в месяц собирается коллегия какая-то, чтобы решить, как еще сделать хуже. То есть, вот они еще работают, надо придумать что-то еще, чтобы они не могли работать. Очень сложно. И мы об этом тоже говорим. И знаете, я смотрю на телеграм-каналы своих коллег, тоже других врачей, у которых и 20 тысяч, и 30 тысяч, и 40 тысяч подписчиков. И при этом абсолютно никакой активности. Нет ни комментариев, ни вот этих, уж простите, дурацкое слово, лайков, потому что лайки, они отражают, ну, просто внимание к тому, что ты делаешь. Мне, я вот счастливый человек, у меня очень активная аудитория от десятки, а под некоторыми постами сотни комментариев, огромное количество вот этих вот самых там значков всяких, которые обозначают, что пост прочитан и вызвал какой-то отклик эмоциональный. Телеграм-канал очень хороший. Я думаю, что под нашей передачей просто для ваших подписчиков будет ссылка на этот телеграм-канал. Он называется «Доктор Егоров». И там действительно очень много хорошей, образовательной, интеллигентной, иногда эмоциональной, иногда грустной, иногда радостной информации. Ну, вот так. Ну, человек творческий не может по-другому. Я хочу сказать, что наш канал, на YouTube-канал «Агулов ТВ», он тоже начал работать в такое непростое время, когда случилась пандемия, и все были заперты по домам. И нашим, в общем-то, пациентам, пациентам Александра Тимофеевича нужна была помощь как психологическая, так и поддержка, да, рекомендации какие-то. Мы что-то начали на себе экспериментировать. У нас есть врачи, которые поднимали какие-то исследования, древние, старые, даже по метиленовому синему были. Мы начали принимать, петь, подсказывать, говорить. И, в общем-то, это начало работать. И с того момента мы поняли, что вот такой контент нужен, обязательно нужен. И я думаю, что вот результатом нашей сегодняшней встречи будет именно вот эта правильная, да, новое слово, новомодная коллаборация, правильная, когда традиционная медицина, которой тысячи лет, и официальная медицина, ярким представителем, которой вы являетесь, если мы это всё объединим, и если это всё выльется ещё в новые книги, пусть они даже будут не такие огромные, пусть они будут, да, пошагово, но добавить вот тот богатейший опыт Александра Тимофеевича к вашим академическим знаниям, и дать этот материал людям, я думаю, что это будет очень здорово. Очень интересно. Это интересное направление, потому что вы на одной волне, вот несмотря на то, что мало, да, общения, как бы, как бы из разных миров, но медицина, она и есть медицина, как бы она ни называлась, традиционная, народная, официальная, и так далее, это всё про здоровье человека, про его обучение к культуре здоровья, чтобы человек наконец-то себя начал узнавать, начал заниматься собой, и чтобы не было так, как Александр Тимофеевич, там, где начинаются ноги, или как-то вам там рассказывает всякие такие тоже анекдотические, да, где были спины. Где ноги расходятся. Вот для этого начинается анатомия, где ноги. Да. Вы знаете, Александр Тимофеевич, сейчас есть такое понятие, как интегративная медицина, и оно сейчас очень стало модным, и сейчас многие врачи себя позиционируют, я интегративный гинеколог, я интегративный кардиолог, я интегративный, это, значит, центров обучения интегративных врачей несколько, в Москве их там два или три крупных, и знаете, во что это выливается? Это выливается в БАДы, 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 миллион БАДов, то есть, это обследование, тысяч, наверное, на 60 обследований с какими-то невероятно сложными анализами, а потом 40 назначений БАДов. Сетевые истории, проценты, и не более. Так или иначе, в моем представлении интегративная медицина, это когда соединяются разные подходы, когда европейская и восточная медицина, когда лекарственная и герудотерапия, когда ЛФК и, допустим, там какие-то физиотерапевтические практики, вот это и есть интеграция, интеграция подходов, так сказать, и этому надо учить. Когда это добавление, когда это усиление, так же, как вот оздоровительные методики, которые у нас тоже применяются нашими специалистами, да, когда они усиливают висцеральную практику, когда они добавляют, но никак не противоречат друг другу. Конечно, казалось бы, гомеопатия, вот, ее тоже не могут объяснить, но она существует, а в Германии даже животных лечат гомеопатией. И вот эти отрицания, гомеопатия, отрицания рефлексотерапии, хорошо, хоть сейчас не отрицается. То есть, и все, отрицание отрицать, отрицать легче, но это все откладывается на здоровье населения. Ну, мы уже поняли, что особое здоровье населения мало кому интересна, эта тема, а людям должна быть интересна. Люди пришли уже к тому, что знаний очень много, интернет-ресурсы и информирование населения привело к тому, что человек уже много знает, а имеющееся знание нужно действительно структурировать и уложить по полочкам в голове. То, что у человека уже есть, то, что уже наработано, добавить ему еще некоторых вот таких вещей, которые практика применима, которые могут действительно легко освоить. И дети должны осваивать, нам что-то говорят, там, детей чему-то научить, они должны учиться с детства правильно питаться, правильно пить, правильной гигиене. Всегда раньше было, да, где помыть руки, как избежать паразитарной инфекции и так далее. Сейчас этим мало кто занимается, сейчас все больше на коммерческой основе. Наша задача это все-таки продвигать, популяризировать здоровый образ жизни, как бы там ни называлось это, но это очень важно. И то, что вот вы таких два корифея из, казалось бы, разных миров, но стоящих на одной площадке, имеющих один знаменатель, это здоровье населения, это очень важно, но это очень здорово. Я думаю, что нашим зрителям и нашим слушателям очень понравится ваша беседа, особенно перспективы, которые нас всех ждут. Спасибо вам огромное за участие. Спасибо, что пригласили. Спасибо. Уважаемые зрители, у нас сегодня в гостях был доктор Илья Вадимович Егоров. Автор книги, которую мы презентовали в Санкт-Петербурге и которую презентуем еще раз сейчас, показываем вам. Это книга, которая написана просто о сложном, как сказал правильно доктор Егоров, не примитивным, а простым языком, для того, чтобы вам было все понятно про анатомию, о себе, о строении своего тела, о строении своего организма, о физиологических процессах и как, самое главное, как свое здоровье держать в своих руках. Ну, а на помощь к вам в том числе и висцеральная практика метод Александра Тимофеевича Агулова, который зарекомендовал себя и живет десятилетия уже более сорока лет. Правильно? Не ошибаюсь. Более сорока лет. Поэтому люди, которые уже успели себя оздоровить, себя, своих близких, своих детей и не дают возможности болезням разыграться, нарушить жизненные планы, тому, в общем-то, доказательства. И таких людей очень много. У нас есть ассоциация, профессиональная ассоциация специалистов висцеральных практик. Их более 17 тысяч учеников, выпущенных из Академии Агулова, более чем из 30 стран. Временно сейчас страны, которые обучались у нас, люди, которые приезжали из-за рубежа, временно это сейчас не работает. Но я думаю, что все впереди. Мы все объединимся и будем заниматься своим здоровьем. Естественно, в плане нам как раз в журнале следующем мы хотим обозначить, какие страны и в какой стране сколько. Да, следующие выпуски будут интересны. Мы эту всю информацию дадим и дадим очень много полезной информации. еще больше, чем в нашем первом пилотном выпуске. Уважаемые зрители, всего вам хорошего. До следующих встреч. Будьте счастливы и здоровы. До встречи. Всего хорошего. До свидания. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова